По-моему, гораздо проще честно жить. Ведь смотрите, три четверти жизни человека состоит из лжи. Человек трындит три четверти своей жизни, тратит безумное количество времени на вот эту ложь. Если персональные данные являют собой для вас какую-то угрозу, вот внутри себя вы так думаете, то вас можно только пожалеть. Потому что, в принципе, вам ли не знать любой российский, тут я обращаюсь к любому российскому жителю, вам ли не знать, что, в принципе, ваши данные так можно достать. Тем или иным путем. И уж там поездка на митинский радиорынок – это уже экзотика. Это все достаточно в сети просто делается. В любых консалтинговых крупных компаниях примерно знают, как работать с поисковиками, языками запросов. Проблема в определении персональных данных существует, на мой взгляд, до сих пор. Потому что у меня спор такой негласный. Один раз там пересеклись на одном эфире с Германом Клименко, где Клименко говорит о том, что персональные данные – это паспортные данные. Я же говорю, что персональные данные – это пароль. А в итоге в законе это какой-то там телефонный e-mail. Ну, проснитесь. Проснитесь, потому что я буду, наверное, до того, как это ясно будет всем, стоять на позициях, что персональных данных не существует. Ну, и вообще не должно существовать. Все к этому идет. Мы хорошо, если не хотим смотреть на Запад и посмотреть, как развивается их культура. В конце концов, там, это у них в силиконовое долине 20% программистов. Программистов – это аутисты, которые, ну, правда, не живут в том волшебном мире, в котором живет Россия. Где каждая собака друг друга пробивает. Там, алло, братан, номер машины, скажи, кто это там? На дороге какой-то конфликт случился, и он узнает. Каждая собака в этой стране друг друга пробивает. Мы о чем вообще говорим? Во что это чуть-чуть превратится? Это еще год назад примерно началось. Во-первых, бизнес-разведка. Самые популярные сейчас книжки в бизнес-секции книжных магазинов. Бизнес-разведка. Люди в это поиграются. К сожалению, взрослые 40-летние мужики. Вот первое время осознание прихода в этот новый мир больших данных. Большими данными сейчас называют все там. Таблицу из 10 элементов. И больше. Реально большие данные, это немножко другое. Это больше к ЦЕРНу, к ядерной физике и к результатам работы Андронова коллайдера. Там никакого компьютера, дата-центра современного, московского, не хватит, чтобы все это проанализировать и осознавать. Но у нас же это вот все пока превратится, что взрослые 40-летние мужики, которые там владельцы бизнесов, вместо создания, совершенствования конкурентного какого-то продукта, будут заниматься вот этой херней. Ну, я-то надеюсь, что эта болезнь быстро пройдет. Это я сейчас о будущем говорю. То есть я сейчас не говорю о вещах, которые не вступили. Это вот сейчас вот мы входим в это. Те, кто поумнее и пораньше тут я уже уровень человека назову и отношусь к нему с пиететом, это Герман Оскаревич Греф, которого многие принимают немножко не за того, записывают в какие-то либералы или так далее. Это чистый технарь, человек, который осознал, как это происходит, обучает и возит по Силиконовым долинам на лекции своих сотрудников, пытаясь им вбить в голову, что это все такое. Вот люди подобного плана, но он еще, конечно, меньше разбирается в этом вопросе, чем я. Ну, ему особо для его задачи это не нужно. Но он первый вот в России, кто это понял, кто работает. Результат вы видите, да, во что превратился Сбербанк, из того Сбербанка. Это результат вот именно этой истории. Это результат этой истории. Поэтому о защите, да, ну, какая тут, какие данные еще нужно защищать? Про телефон, имейл, я надеюсь, что к выходу вот этого сюжета просто все это будет понятно хотя бы человеку с школьным оконченным образованием, да. А вообще, вот эта вот новость конца 2016 года о том, что теперь банки, заграничные, по-моему, в основном, а офшоры открывают все свои данные. То есть они теперь не закрыты ни для кого. То есть раньше, если что, это, ну, вы слышали такую штуку по РБК передавали. Ну, и дальше больше. Люди головой своей поняли то, что, а зачем, стоп, а почему мы скрываем информацию о том, кто сколько получает этого, это вообще про что. Это вот из сферы того, что в России неприлично, фраза неприлично говорить о своей зарплате превратилась в фразу в части вообще полностью скрывать, откуда у тебя деньги. До какого хрена? В мире нового общества, извините. Это, конечно, не про коммунизм, но это все будет скоро не так. И тот, кто с этим не свыкнется, вот он будет преступником.